Вы смотрите тему недели в студии Александра Сергеева. Здравствуйте! В связи с падением курса рубля ипотечные заемщики, имеющие кредиты в иностранной валюте, оказались в тяжелой финансовой ситуации. Существует ли способ решить проблему и вернуть посильную сумму ежемесячных выплат, смотрите в этом выпуске. По информации Национального бюро кредитных историй, доля ипотечных займов в иностранной валюте составляет около 3,5% от общего числа ипотечных кредитов. На данный момент количество просрочек по ним невелико, но этот показатель скоро изменится. Заемщики, которые платят кредит в иностранной валюте, могут лишиться ипотечной квартиры или даже стать банкротами. Показательным был кризис 2008 года. Сейчас ситуация повторяется. Но разрешение этой ситуации до сих пор не нашло своей развязки. Очень много заемщиков продолжает висеть в этой истории. Часть из них уже отсудилась в судах и продолжает жить в этих квартирах. И задолженность, поскольку она не возвращена, продолжает расти. Павел Медведев считает, что нынешняя ситуация гораздо хуже, чем в 2008-2009 годах, когда также было отмечено существенное падение курса национальной валюты по отношению к доллару. На мой взгляд, тому две причины. Во-первых, рубль упал гораздо сильнее. А во-вторых, банки менее твердо стоят на ногах. Им уже некомфортно реструктурировать долги. В ряде случаев заемщики оказались в ситуации, когда нынешний долг, несмотря на прошедшие годы выплат, превышает сумму займа. Ежемесячный платеж по таким кредитам вырос почти вдвое. Для решения проблемы эксперты рекомендуют в первую очередь обратиться к банку, выдавшему кредит. К примеру, можно договориться о рефинансировании долга. Рефинансирование это больше так, наверное, на самом деле называется. Более правильно говорить, это предоставление кредита на погашение ранее выданного. То есть просто выдается кредит в целях погашения того, который был. Не все банки готовы идти по такому пути. В ряде случаев договор даже предусматривает запрет на перекредитование заемщика в другом банке. Не стоит забывать и то, что новый кредит придется брать на возросшую сумму долга с учетом нового курса рубля. Практически любой ипотечный кредит, ну если он опять же ипотечный, если он имеет целевое назначение, а именно приобретение недвижимости, и если он ипотечный в том плане, что залогом является приобретаемая либо существующего заемщика квартира, то практически любой может быть рефинансирован. Следующий вариант – обращение в банк с заявлением о пересмотре срока кредитования в сторону его увеличения. Ежемесячный платеж в таком случае может оставаться прежним, правда увеличивается переплата по процентам. Практически все банки декларируют индивидуальный подход к своим заемщикам. В ряде случаев клиент сам может предложить свои варианты решения проблемы. Надо как-то садиться и решать, находить какие-то общие точки для того, чтобы потом это в виде там реструктуризации или что-то, чтобы потом все-таки человек смог расплатиться и в принципе всем было хорошо. Конечно, можно и не отказываться от валютного кредита. На данный момент сложно предсказать, что будет с курсом рубля. Эксперты никаких точных прогнозов не дают, а что касается предположений, то кто знает, сбудутся они или нет. У пользователя кредита должна быть подстраховка на несколько десятков платежей вперед и умение управлять таким кредитом. Если курс валюты переходит за грани доходности, в нужный момент принимать решение по рефинансированию. Кроме того, это работает только на короткий срок. И это, безусловно, риск. А рисковать ли последними деньгами или единственным жильем, каждый решает сам. Для тех, кто предпочитает не рисковать своими деньгами и квадратными метрами, предпочтительней все-таки будет получение кредита в той валюте, в которой семья получает доход. Тем временем, некоторые банки уже исключили из пакета предоставляемых услуг и потечное кредитование в иностранной валюте. Вы смотрели тему недели. В студии была Александра Сергеева. Субтитры создавал DimaTorzok